Здравствуйте! В эфире же недельный выпуск новостей Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Каждая атомная станция, она индивидуальна, но все мы вместе, это единый концерт. Работникам атомной станции вручены награды концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС». Присущие поисковикам ответственностью, инициативностью, энергии включились в создание объединения. Представители семи АЭС России приняли участие в вахте памяти на территории Смоленской области. На сегодняшний момент у нас выполнено более 20 дорог ремонта. В городе Атомщиков в Десногорске продолжается обновление дорожной сети. Я рад, что победил в конкурсе и очень хочу поучаствовать в следующем году в этом конкурсе. В Десногорске наградили победителей и призеров отраслевых конкурсов. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность всех станций, которые входят в структуру концерна – 23006 мегаватт. Погоду от задания фаз – 101,9%. О техническом состоянии Смоленское сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока суммарная нагрузка 3085 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3097 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 18 дней сентября составила более 1,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 163 миллиона. С начала года выработка составила более 17,2 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 1,5 миллиарда. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. За многолетнюю работу в атомной энергетике и большой личный вклад в обеспечение безопасной, надежной, эффективной работы атомной станции работникам Смоленской АЭС вручены награды концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС». Награду вручал заместитель директора по управлению персоналом Анатолий Терлецкий и председатель правкома Юрий Кузнецов. Концерн «Росэнергоатом» отпраздновал юбилей. Все мы работники единого предприятия, хотя и каждая атомная станция, она индивидуальна, но все мы вместе, это единый концерн. Сегодня в зале собрались лучшие представители трудового коллектива Смоленской АЭС. И сегодня мы вручим действительно заслуженные награды, поощрения этой нашей прекрасной части, лучшей части нашего трудового коллектива. Поздравляю с праздником. Но этот год у нас юбилейный не только юбилей концерна, у нас юбилей и нашей родной Смоленской атомной станции. В декабре мы отметим, уверен, достойно отметим 35-летний наш юбилей. Всех вам благ, здоровья, ну и всем нам, нашему предприятию успехов. Вручены медали концерна «Росэнергоатом» за заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом», за заслуги в повышении безопасности атомных станций, присвоено звание ветеран атомной энергетики. Также работники Смоленской АЭС награждены почетными грамотами и благодарностями. 19 сентября завершилась 11-я вахта памяти сводного отряда объединения поисковых отрядов концерна «Росэнергоатом». В ней приняли участие представители семи атомных станций Ленинградской, Калининской, Курской, Балаковской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской. Объединенный отряд работал в рамках международной вахты памяти, которая проходила на территории Ельинского района и была посвящена 76-й годовщине со дня рождения Советской Гвардии. Всего в ней приняли участие 132 поисковика из 13 регионов России, а также Казахстана и Молдовы. В ходе проведенных поисковых работ были подняты останки 95 защитников Отечества, красноармейцев и офицеров Красной Армии. Два имени удалось восстановить. Останки пяти солдат переданы для захоронения на родине – Воронежской области, Ростове, Владимире и Саратове. 17 сентября в деревне Ушакова Ельинского района состоялась церемония захоронения останков поднятых бойцов. – Есть имена, которые уже прочитаны, есть имена, которые еще будут прочитаны при помощи криминалистов, есть найденные родственники, а есть те, которые еще будут искать, еще будем писать, еще будем всякие способы применять для того, чтобы разыскать следы тех, кому было 20 лет, кому было 25 лет, и чьи родные и близкие, если они остались, разлетелись по всей стране, а может быть даже и за рубежом. За большой вклад в общественную деятельность, развитие поискового движения в городах расположения АЭС, участники поисковых отрядов были награждены почетными грамотами и благодарностями концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС», медалями «10 лет объединению поисковых отрядов АЭС России» и памятным знаком за активную работу по увековечиванию памяти павших при защите Отечества. – Все, что вы делаете, невозможно недооценить. Ведь пока мы знаем историю, пока мы извлекаем уроки из нашего прошлого, до тех пор, пока мы воспитываем в патриотизме подрастающее поколение, у нас есть будущее. Вот спасибо вам, огромное спасибо за вашу работу. В городе Атомщика в Десногорске продолжается обновление дорожной сети. На эти цели из областного бюджета и по линии концерна «Росэнергоатом» выделены средства в размере более 15 миллионов рублей. У нас идут снятия старого асфальтного покрытия, у нас укладывается новое асфальтное покрытие, поднятие люков, дождеприемников, установка бордюрных камней. На сегодняшний момент у нас выполняются дороги по городу, дороги местного значения, общего пользования. Также у нас запланированы в этом году ремонт дорог Кукуевка и дороги нашей Н3, текущий ремонт этих дорог будет. Затрудняют процесс выполнения ремонта работ. Это, конечно, погодные условия, но в первую очередь это машины, которые жители оставляют вдоль дорог. Управляющие компании развешивают объявления на подъездах, но, к сожалению, не все реагируют на это. Приходится подключать ГИБДД, подключать органы, чтобы найти владельцев и попросить переставить транспортное средство свое. Отремонтирована уже большая часть дорог, то есть контракт с 2017 года, он уже практически весь закончен, уже будет создаваться приемочная комиссия и по устранению замечаний будем работать с подрядчиком. По ходу выполнения ремонтных работ подрядчика контролирует заказчик и дополнительно созданная рабочая группа, в состав которой входит Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу и, естественно, активные жители Десногорска. В ближайшее время будут созданы приемочные комиссии, которые оценят качество выполненных работ подрядчикам и качество дорожного покрытия для достижения единой цели – долгосрочной эксплуатации дорог. 13 сентября в Центре информации и связи с общественностью «Нитрино» состоялось торжественное награждение победителей и активных участников отраслевых творческих проектов «Мы – дети Атамграда» в объятиях природы, посвященных 25-летию концерна «Росэнергоатом» и «Году экологии» и конкурса видеосюжетов «Слава Созидателям». Всего в муниципальных этапах конкурсов приняли участие более 200 детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые представили на суд жюри свыше 300 работ. Вручая заслуженные награды, заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий поблагодарил детей и их педагогов за высокую активность и интерес к творчеству. Второй год в Десногорске реализуется Всероссийский творческий конкурс «Росатома. Слава Созидателям». Школьники сняли уже более 250 видеосюжетов о заслуженных жителей, внесших большой вклад в развитие Атомграда. В год 35-летнего юбилея пуска первого энергоблока «Смоленская АЭС» ребята продолжают искать новых героев для своих сюжетов и записывать историю родного города. Самым активным участникам конкурса этого года были вручены грамоты и подарки от «Росатома» комитета по образованию и спонсоров. Это очень увлекательный процесс, потому что он не только творческий, но и позволяет всем участникам прикоснуться к живой истории города, стать своеобразными посредниками передачи опыта от одного поколения к другому. По словам призёра творческого конкурса «Мы дети Атомграда» Татьяны Сидельниковой из Десногорска, конкурсы «Росатома» отличаются тем, что они умеют заинтересовать ребят. Их конкурсы интересные, не такие стандартные, как бывают. Нарисуйте, сделайте. А у них такие номинации, что нужно придумать идею, нужно придумать изюминку, иначе не получится. В общем, это опыт большой. Я участвовал, отсылал пять работ с своего города, то есть номинация была «Природа моего города» вблизи атомной электростанции. Мне очень нравится жить в моем городе, и я считаю, что какое-то негативное влияние на природу и окружающую среду моего города, да и вблизи города, ничего атомная станция не оказывает. Мы дети Атомграда! На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленск КС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова